Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, и сегодня я снимаю для вас новое видео, рум-тур. Очень долго я шла к этому, собиралась, никак не могла нормально снять такое видео. Наверное, года три или четыре назад я снимала рум-тур, но он был дурацкий. Поэтому сегодня я покажу вам нормально хату, расскажу, где что лежит, где я сплю, где я ем, где я работаю, где я крашусь и всякое такое. Надеюсь, что вам такое будет интересно. А начнем мы с двери входной. Она вот такая, достаточно крепкая. Здесь есть глазок, как и у многих дверей. У меня в руках телефон, не обращайте внимания, там диктофон, чтобы звук был. Ну что ж, это такая прихожая. Здесь висят куртки обычно. Здесь мне нравится вешать ключи. Как вы уже могли заметить, это ключи от машины. Здесь всякие тапочки у нас для гостей, для друзей. Много одинаковых тапочек. Есть тапочки из отелей. Это вообще мое любимое. Здесь всякие прибамбасы. Ну, в общем, я не буду вам все прям показывать вот так вот, как сейчас. Лампочки, куча скотча. Здесь тоже какая-то обувь. На самом деле, эту обувь я очень редко ношу, практически не ношу. Здесь, кстати, пусто, надо забить чем-нибудь. Боже, у меня на самом деле очень много обуви, и это просто какой-то кошмар. Здесь висят ключи от дачи. Это ключи от дома моей мамы. А это... Я даже не знаю, это твои ключи? Б***ь, тащи тогда. Здесь у нас висит ложка. Ложка должна быть в каждом доме, я считаю. Очень важная и нужная вещь. У нас их целых четыре. Но здесь висит только одна. Сейчас я вам покажу ванную комнату. Здесь мы моемся, вытираемся и белье стираем. Вот, можете посмотреть, тут у нас сенсор, последняя модель. Все по новейшим технологиям. Здесь вот такие бубенчики висят из-за рыхом. Покупали зимой. Здесь у меня такие резиночки висят, потому что, когда я моюсь, я волосы себе убираю, понятное дело. Если я голову не мою. А еще у меня есть такая штучка, крабик. Потому что у меня очень много волос, и тяжело их все собрать, даже одной резинкой. Палочки, диски ватные. Очень мне нравятся. Раньше у меня здесь другие штучки стояли, баночки для всех этих приколюх. Но потом мне показалось, что прозрачные, будут смотреться клево, да и дерево тоже прикольное. Зубные щетки, вот это вот все, умывалки. Кстати, хочу показать вам свое самое любимое мыло из Zara Home Black Vanilla. Я его просто обожаю. Так как я вам не вру, я реально очень люблю это мыло. И оно у меня есть еще одно. Всегда переживаю, что оно закончится. Я им только руки мою. Не знаю, почему нравится. Вот, наверху посмотрите всякие прибамбасы, причиндалы. В общем, то, что не попало на первые полки. Ну, кстати, тоже очень удобно. А вот это мое любимое масло для волос. Но если вы захотите, я сниму отдельное видео про всякие штучки по уходу, которые я люблю. Здесь, в общем-то, все просто. Штучки, которыми мы пользуемся. Если вы видите детское мыло, всякие пенки детские, не думайте, у нас ребенка нет. Ну, есть один волосатый, ерширский. Вот, а еще здесь висит у нас полотенце Вивьены. Она у нас очень важный член семьи. И она тоже купается, моется и любит быть вкусной и чистой. А здесь наши полотенчики висят. Ну, в общем-то, здесь грязное белье находится, как у многих людей. Наверняка есть специальное место для грязного белья. Открывать показывать не буду. Это не для слабонервных. Да, шучу. Просто грязное обычное белье. Ну и стиралка, это уже понятно. Пошли дальше. Так, что ж, следующая наша комната, это туалет. Он выглядит вот так. Обычный, белый, чистенький. Совсем не вонючий. Ну, так близко снимать не обязательно. Вот, что могу сказать? Туалет и туалет. Сказать особо нечего. Сейчас мы с вами заходим на кухню. Это, наверное, самое популярное место в этой квартире. Я здесь обожаю тусоваться. Потому что я каждый день готовлю с утра до ночи. Вот так вот мы и заходим. Дверь у нас всегда здесь открыта. Практически всегда. Здесь микроволновка. Любим погреть еду. Посмотрите на коллекцию магнитиков, которые у нас имеются. Могу сказать, что каждый магнит для меня очень много значит. Особенно вот эти. Но на самом деле это коллекция магнитов Вивьены, нашей маленькой собачки. Мне кажется, они очень классные, модные. И всегда можно вспомнить какую-то породу собак. Это у меня это высокая. Очень поучительно и интересно. Вот, что могу рассказать? Про каждую отдельно говорить не буду. Спасибо. Но хотела. Для меня магниты очень много значит. Потому что я люблю их собирать в каждой стране. В некоторых странах, в которых я бываю несколько раз и повторно. Я все равно покупаю магниты, чтобы было. Потому что вдруг новые появились. Поэтому здесь можно много увидеть магнитов из Лондона, Парижа. Из Грузии особенно. Из Грузии просто бесконечное количество магнитов. Также с этой стороны тоже у нас есть магниты. Но здесь они уже такие какие-то повторяются. В основном собачьи. Фотки висят наши. Это как-то мы со Славой где-то отдыхали. Я так скучала по Виве, что решила ее нарисовать. Получилось, по-моему, офигенно. Внизу вот здесь место, где Вивьена кушает. У нее всегда здесь есть водичка. Корм не всегда я ей кладу, чтобы вот так валялся. Но она еще не успела покушать, поэтому он там лежит. Здесь мы сидим кушаем. Сидя намного приятнее есть. Ну, в общем, здесь цветочки, которые подарил мне мой любимый, когда я вернулась из Сочей. Такой вот белый кругленький стол, который делается еще шире. Когда к нам приходят друзья, мы его раздвигаем. Вот моя кухня. Здесь я чудеса на виражах. Редко готовлю, но надо исправляться. Считаю, что готовить надо, потому что я люблю есть домашнюю еду, но не всегда хватает на это времени, к сожалению. В общем, здесь все просто. Тут стаканчики, тут всякие приправы. Здесь тоже какие-то чашки, тарелки для супа. Что еще здесь? Контейнеры всякие. Здесь у нас чай, сахар, кофе. Чай мы пьем постоянно, по несколько раз в день. Кофе иногда с утра. Прикольно. Вот. Есть у меня одно очень любимое место на кухне. Это вот эта дверца. Угадайте, что здесь? Здесь у нас всякие вкусняшки. Чипсы, орешки, сухарики, все, что хочешь. Конфетки. Что вам рассказывать? Тут просто вкусняшки. На самом деле не думайте то, что мы постоянно жрем просто без остановки чипсы. Я просто люблю, когда дома есть какие-нибудь вкусняшки, потому что иногда как захочется чипсов, а если их нет, то это беда. Здесь у нас вот такой чайник. В чем его прелесть? Так это в том, что его один раз залил. Здесь 5 литров и можешь лить воду сколько угодно. Здесь я повесила гирлянду, чтобы было красиво, миленько, уютненько. Я люблю всякие огонечки и так далее и тому подобное. А вот здесь находится посудомойка. Что бы я без нее делала? Я ее просто обожаю. Здесь духовка. Духовку я, кстати, очень люблю. Особенно делать там курочку. Вы, наверное, такие, ааа, никогда не делаешь. Ну, редко делаю, но... Но курочка отмен. Эй, ну хватит ржать, оператор. Здесь у нас ложки, вилки, ножики. Ну да, возможно, прям тут все не так уж красиво. Но, знаете, нормально, нормально. Я люблю, когда удобно, комфортно. Вот эта вот красота ваша заморская. Вот здесь всякие вкусняшки, корм вивьены. Немало. Есть тарелочка. Вот, что здесь делает этот половник? Если ты должна готовить суп, борщ, все дела. Ну, ребят, вивьене он больше нужен. Я им насыпаю корм. Тем более, что половника у нас целых два. Вот такие мы богаты. У нас целых два половника. И, конечно же, вам, наверное, интересно посмотреть, что же в холодильнике Юли Пушман. Очень. Очень. Ну, ладно. Здесь все достаточно интересно. Что ж у нас? Здесь у нас блинчики с мясом, моя мамочка любимая передала. Здесь грудинка. Здесь у нас вот такой батончик. Сосисочки, хлеб. Кстати, хочу сказать, что, мне кажется, люди делятся на два типа. Те, которые хранят в холодильнике хлеб, и те, которые не хранят его там. Короче, я никогда не хранила хлеб в холодильнике, но когда в моей жизни появился Вячеслав Иванович, он начал засовывать хлеб в холодильник. И я как-то с этим смирилась и подумала, вау, он такой холодненький, как в самолете. Прикольно в этом что-то есть. Здесь сметанка, здесь у нас фруктики, мандаринки, винограды, творог. К вопросу о том, почему я не готовлю, потому что мне лень. Я думаю, зачем на это тратить время, когда можно заехать в братья Караваева на районе и взять какие-нибудь вкусняшки. Вот такие блинчики. Это котлеты. Мамины котлеты. Ну, не моей мамы. В братьях Караваевых они так называются. Я очень их люблю. Особенно еще сильно люблю салат кол или клоу, слоу, как-то так называется. Пюрешка, гречка и тут еще шашлычок куриный Слава себе взял. Актимелька, хлебушек. Здесь тоже у нас фрукты, яблочки. А здесь, здесь у нас яички. Что хочу сказать про эти яйца? Они домашние. Мои бабушки любимые, дедушки. Что могу сказать, они очень вкусные. Чувствуется, что прямо из-под курицы достали. Вот это у меня сливочки для кофейка, люблю очень. Тут еще сливки, еще сливки, молоко. Это какие-то соусы для бургеров. Это Слава взял. Хотел, чтобы мы сделали бургеры, но как-то мы до них еще не дошли. Кетчуп, соусы, в общем, это все понятно. Очень много молока, считаю, что надо половину выкинуть. Но, как бы, знаете, в холодильнике я сегодня еще не разбиралась. Алкоголь вред, зло и вообще это безалкогольное. Тут вообще все очень странно. Ягоды, пельмени, пельмени. Макдональдс. И Макфлурин, я не знаю. Макфлурин, ему сто лет ловит. Ему лет миллион, наверное. Это проблема. Надо выкинуть. Все, никак не дойду. На кухне вроде мы разобрались, вроде показала все, что хотела. Пойдемте дальше. Ну что ж, еще в коридоре я вам забыла показать вот эту полку. У шкафа здесь всякие духи стоят. Я даже не хочу вам все их показывать. Очки, фоточки всякие наши миленькие. А еще хочу вам показать свою любимую копилку, которую я когда-то купила в Грузии. Она очень тяжелая. Сюда мы засовываем только десятки. Она очень тяжелая. Ей можно, в принципе, убить человека. Тут шапки лежат, потому что, ну, как бы холодно еще на улице. И шарфик. А здесь стоит обувь, в которой мы сейчас сходим. Здесь шкаф с верхней одеждой. Ее очень тоже у нас много. Сумки, обувь тоже. Ее тоже безумно много. Боже, я, честно говоря, уже тону в этой одежде, в этих вещах. Постоянно что-то отдаю. И все равно ее очень много. Все показывать не буду. Но если захотите, чтобы я сняла отдельное видео про всю свою верхнюю одежду, не знаю, то я, конечно же, это сделаю, если вы попросите. Пишите в комментариях. Вот, куча курток разных, просто на любой вкус цвет. Эту комнату я вам показывать не буду, потому что здесь рабочее место славы. Он там работает. Там, на самом деле, очень круто, потому что там куча всякой техники, синтезаторы, комп, колонки. Ну, в общем, атмосфера музыканта. Я не знаю, почему он не захотел, чтобы я вам это показывала. Давайте я вам лучше покажу свое рабочее место и комнату, где мы спим. Выбирайте, с чего начнем. Сейчас начинается интерактив. Шучу, никакого интерактива не будет. Я сама выберу, какую комнату вам показать. Так, ну что ж, это гостиная, как я вам и обещала. Здесь такой вот кожаный черный диван. Но хочу сказать честно, раньше я от него была больше в восторге, а сейчас я бы, на самом деле, сделала все по-другому. И многое бы поменяла в своей квартире, несмотря на то, что я ее очень люблю. И вкусы меняются. Я здесь уже пять лет обитаю, поэтому я бы сделала все по-другому. Здесь вот такие блесточки висят. Кстати, кто смотрел мои старые видосы, когда я еще жила с мамой, они у меня тоже были. Там висели. Я их перетащила сюда, и уже сколько лет я их безумно люблю, обожаю. Очень классные, покупала в Икеа. Здесь вот такой вот шкафчик с полочками выдвижными. Тут всякие документы, какие-то прибамбасы. Туда-сюда. Журналы со мной. Вот я, либридерм, сироцин. Ну, короче, много всего интересного. И неинтересного тоже. Здесь у меня фоточки стоят с братом, всякие светочки, приколюшки. Здесь, назовем так, сервис. Вообще, мне кажется, раньше всегда это было очень модно, популярно. У многих дома есть места, где стоят красиво всякие чашечки, тарелочки, наборчики красивые. У меня вот одно место, и здесь чисто рюмки, бокалы. Ну, в общем, что поделать. Полки, наверное, все вам показывать не буду, потому что в некоторых ничего интересного. Но вот здесь у меня лежит техника обычно, и тоже всякие прибамбасы. Это мой отпариватель любимый, это утюг, это какая-то бутылка, коробка от фотика. Есть вот такие наборы со мной на коробочке. Это, кстати, до сих пор можно найти в аптеках, продается. Я амбассадор, понял, сироцин. Кто не видел рекламу, тот лох. В телеке показывали. Тут у меня фотоальбом. Здесь у нас стоит PlayStation, в который, кстати, мы любим поиграть. Но сейчас играем реже. Здесь моя коллекция шариков с водичкой внутри и с блестками, которые я собирала очень-очень долго. С разных стран, с Парижа, с Амстердама, с Лондона, с Кипра. Еще раз с Кипра, с Лондона, с Лондона. Ладно. Да, это мне мама с Испании привезла. А вот это я покупала в Диснейленде, когда мы первый раз со Славой поехали в Париж. Это была лучшая поездка в Париж. Просто невероятная. И не буду доставать себя трясти, но у них у всех есть классные блестки. А здесь вообще вот такие. Ну что ж, дорогие мои друзья, мы подошли к самому, наверное, интересному. Это мое рабочее место. Внизу, кстати, есть место и для Вивьены. Здесь моя золотая кнопочка. Там еще серебряная кнопочка стоит. Цветочки ненастоящие, искусственные. Люблю, когда есть такое, чтобы всегда стояло, не тухло, не воняло. И, ну, просто люблю, уютно. Здесь моя камера влоговая, на которой я снимаю, которую, кстати, мне дарила Карина на прошлый день рождения. Микрофон, на который я записываю звук. Здесь, собственно говоря, мой комп. Клавиши, которые мне когда-то подарил Слава. И на них иногда я бренькаю. Там тоже картина, елочка. Кстати, смотрите, как я придумала повесить брелочки с эйфелевыми башнями. Здесь у меня стоит такая копилочка в виде единорога. Фоточки, как обычно, свечечка. Фотка с мамой. Ну что ж, ребят, вот сейчас мы находимся в спальне. И что? Смотрите, что. Вивьена обожает здесь валяться. Любит сюда приносить игрушки. У нее их очень много. Сейчас я вам их покажу. Это новая сегодняшняя. В общем, какую бы игрушку я ни взяла, она будет именно ей увлекаться. Вот так. Здесь у нас телевизор. Apple TV. Мы просто обожаем смотреть киношки перед сном. И сериальчики. Это прям наше любимое. Тут всякие коробочки у меня с косметикой в основном. Как вы видите, ее очень много. Хотя, я скажу честно, не все они заполнены косметикой. Где-то просто какие-то причиндалы, резиночки. Там еще какая-то фигня. Ну, в общем, вы поняли. Тут место, где я крашусь. Мой туалетный столик. Но вы и так наверняка уже его видели сто тысяч раз. Тут у меня стоит моя косметика. Щеточки всякие. Что еще? Тут вот так. Тут сейчас не очень убрано. Но давайте не будем приближать. Здесь у меня свет вот так включается. Что самое странное, у меня спрашивали, удобно ли туалетный столик иметь. Да, удобно. Но могу сказать, что в это зеркало я особо никогда даже не смотрю. У меня есть вот такое зеркало поменьше. В него намного удобнее смотреться и приближать к своему лицу. Это типа ловец снов или что-то такое. Не знаю, не особо работает. Сегодня мне приснился ужасный сон. Прям ужасный сон. И по соннику тоже вообще прогнозы плохие. Поэтому не знаю. Здесь такая вонючка из Zara Home. Но ее тут не очень много. Поэтому я решила ее поставить в спальню, чтобы башка сильно не болела. Потому что вдруг очень сильно будет вонять. Всякое бывает. Здесь стоит вот такой розовый фламинго. Когда мы смотрим кино, делаем попкорн, начат сидеть. То есть вообще прям классно включаешь. Такая прям атмосфера специально для кино. Так, под моим туалетным столиком можно найти вот такую коробку с игрушками. Как вы видите, их очень много. Это все Vivienne. Не знаю. Она иногда может реально всю ее растермошить и все игрушки поднять на кровать. Так, ну что ж, а здесь шкаф с одеждой уже не верхней, а всякой другой. Сильно тоже показывать не буду. Не могу сказать, что тут сейчас какой-то супер порядок. Я не готовилась. Я вообще спонтанно решила снимать это видео. Это реально так. Не вру. Тут джинсы. Тут, короче, моя часть. Тут часть моего парня. Тут тоже, конечно же, одежда. Здесь у меня платья не висят. Платья у меня висят в другом месте. Тут тоже одежда. Тут тоже одежда. В общем, все в одежде. Под кроватью тоже одежда. Боже мой. Ну что ж, ребят, на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось мое такое видео. Если так, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, какие видео вы ждете от меня еще. И просто оставляйте прикольные комменты. Мне будет приятно. Буду вам отвечать. Я вас всех безумно сильно люблю. Целую и обнимаю. И всем пока. Пока. Пока.